На волне Ночное такси Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином. Здравствуйте, наши уважаемые телевизионные зрители. Это программа Ночное такси на YouTube. Я, Александр Крумин, как и всегда, в течение ближайшего получаса буду рассказывать вам о музыке шансона по-русски. Именно этой музыке посвящен наш телевизионный канал. И, конечно же, я выражаю всегда искреннюю благодарность той большой аудитории, которая интересуется тем, что мы вам предлагаем здесь. К моменту записи сегодняшней программы, это без малого 12,5 миллионов уникальных зрителей, которые посмотрели то, что снимаем мы для вас вот уже на протяжении 24 лет. Итак, начинаем. Близкая ретро. В программе Александра Крумина. Ночное такси. В рубрике «Близкая ретро» я сегодня показываю вам архивные записи Вилли Токарева. С Вилли Токаревым мы знакомы достаточно давно в свое время в эфире программы «Ночное такси» на FM-радио. Его записи появились в первый год нашего вещания, то есть в 1994 году. Мое знакомство с ним личное состоялось гораздо позже. Я познакомился с ним только в 1999 году, хотя до этого мы созванивались с ним и с его супругой Юлией, и знали, конечно, друг о друге, но так получалось, что Вилли к нам не приезжал. И только в 1999 году впервые он приехал в Санкт-Петербург для концерта в одном из наших концертных залов, и тогда мы с ним познакомились очно. То есть наше телефонное знакомство превратилось в знакомство настоящее. Что важно сказать относительно той записи, которую я сегодня вам показываю. В нашей коллекции, конечно, есть записи Вилли Токарева, которые были сделаны нами. Мы снимали его на видео не так давно, в 2011 году, и я как-нибудь тоже обязательно эти записи покажу, конечно, в программе. Но сегодня в рубрике «Близкое ретро» я показываю фрагменты того кинофильма, который был сделан одной из студий русских эмигрантов к первому приезду Вилли Токарева в Советский Союз. Это было очень давно, это было в 1989 году. Тогда впервые госконцерт пригласил его для выступлений в Советском Союзе. Концерты эти прошли с невероятным аншлагом, поскольку, конечно же, магнитофонные кассеты Вилли Токарева были, наверное, тогда в каждом доме, где был магнитофон. И вот именно тогда, к приезду его в Советский Союз, и был снят фильм, который, кстати, показывался и совсем не по телевидению, у него был достаточно большой театральный прокат, который носил такое длинное название. «Я уже богатый сэр, я приехал в СССР». Это название интерпретированная фраза из очень известной песни Вилли Токарева, которая носит название «Песня Нью-Йоркского таксиста». И как раз именно так и был назван фильм, фрагмент из которого Вилли привез к нам тогда для участия в нашей программе. Почерпаю, это было через 10 лет после того, как эта картина вышла на экраны. Ну вот сегодня в рубрике «Близкое ретро» я с удовольствием показываю вам фрагменты этих старых и добрых записей. Итак, Вилли Токарев сегодня в «Ночном такси». «Близкое ретро» 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 «А я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой» «И небосгрёбы, небосгрёбы, а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой» «В «Ночном такси» рубрика «Лицом к лицу» «В рубрике «Лицом к лицу»» «Сегодня показываю вам фрагмент интервью с замечательным Геннадием Жаровым». Я недавно показывал вам Геннадия Жарова на музыкальном ринге. Эта запись была сделана значительно раньше, чем то видео, которое я фрагментарно показываю вам сегодня. Эта запись была сделана в мае 1999 года, а эта запись была сделана летом 2007 года. Я, как уже рассказывал вам, дорогие друзья, в прошлых программах подружился с Геннадием Викторовичем достаточно давно, в 1695 году. Тогда, через некоторое время после выхода его первых лазерных альбомов, мы пригласили его в гости к нам в Санкт-Петербург. Он бывал во многих наших концертах. Собственно, дружим по сей день, очень милый, контактный человек. Я считаю, действительно, человек очень искренний и очень любящий свою аудиторию, очень ценящий добрые отношения к его песням. Человек, который, на самом деле, я считаю, заслуживает самого-самого теплого и достойного отношения от своей аудитории. В 2007 году мы начали производить видеопродукцию в формате HD-видео. Я уже неоднократно рассказывал об этом, но, повторюсь, мы снимаем профессиональное концертное видео достаточно давно. Первые наши записи относятся к 1990 году. Что касается 2007 года, то как раз именно тогда мы переходили на новейший, ну и поныне являющийся, конечно, таковым, неустаревший формат HD-видео. И именно тогда мы приобрели для этого оборудование и сразу решили открыть целую серию фильмов-концертов, в которых будут принимать участие те музыканты, которые наверняка должны быть хорошо известны публике. Вот как раз в эту самую первую серию наших HD-видеофильмов были включены записи и Славы Медяника, были включены записи и Славы Бабкова, и, конечно же, Геннадия Жарова. Тогда, в сезоне 2007 года, мы работали на площадке Петербургского концертного зала «Гигант Холл». В этом концерте были собраны те песни, которые даже никогда не издавались под одной обложкой на CD. Тем более на сцене с видеосъемкой никогда эти композиции, что называется, вместе авторам не представлялись. И вот там же было записано интервью, это обязательная традиция студии «Ночной такси» для всех сольных видеоконцертов, фрагмент которого я сегодня предлагаю вашему вниманию. Итак, это замечательный Геннадий Жаров в рубрике «Лицом к лицу». А я на нарах отлежусь, 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 сил маленько наберусь, 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 в телогрейку нарежусь, пара-ра-ру-ру-рай, жди, любимая, встречай. А я на нарах отлежусь, 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 сил маленько наберусь, наберусь, наперусь, в телогрейку нарежусь, пара-ра-ру-ру-рай, жди, любимая, встречай. Я выбрал ряд песен, которые я практически почему-то не исполнял, хотя мне всегда говорили, что почему же ты эти песни не поешь, они очень нравятся. Например, известному тебе Сашу Михаилу Петровичу, адмиралу всех речников, он говорит, что те песни с твоего альбома мне больше всего нравятся и почему ты их не поешь. Ну и я задумался, почему же я их на самом деле и не пою-то. Ну и собрал все свои способности, все способности для запоминания, для способности, так сказать, этих песен, способности для как бы нового восприятия этих песен, как бы, так сказать, с новой точки зрения на них переглядел, пересмотрел и решил, а почему бы и нет, почему бы и не попробовать построить программу непосредственно из вот этих песен, которые на самом деле, как мне говорят, не только одним, а несколькими людьми говорят о том, что почему-то, так сказать, песни нравятся, а ты их не поешь. Ну и, в общем, короче, я набрался мужества и сделал программу ту, которую, так сказать, вот непосредственно была услышана зрителям программа. Я думаю, так сказать, она очень удачно зовется, мы посмеемся и поплачем эту программу. Геннадий Викторович, скажи мне, а насколько это не похоже на твои обычные концертные выступления, вот то, что вы видите сейчас наши зрители? Я бы сказал, ну, во-первых, да, во-первых, так сказать, во-первых, я здесь уже взял в руки гитару, конечно, гитара это мой давний добрый, так сказать, сотрудник, друг, я не знаю, гитара, да, вот. Но я, тем не менее, как-то не был такой возможности, не было такой реальной необходимости, я эту гитару в руки не брал. Но здесь я хотел пересмотреть концепцию всего концерта и хотелось показать все-таки, на что я способен не только, так сказать, как исполнитель, да, вот. А еще как и музыкант, в общем, мне хотелось бы, хотелось себя показать в таком свете. Ну и потом, конечно, вот эти немножко песни, они немножко другого ритмического содержания, не то, что, допустим, там ряд песен, ряд альбомов, они немножко отличаются, они в какой-то степени, кажется, может быть, немножко упрощенными, но в то же время они более понятными. Я так иногда ловлю себя на мысли, чем проще какая-то ритмическая основа, подходя даже к Владимиру Семеновичу Высоцкого, тему как-то песни должны доходчивее. И не уводить, не размазывать всякими там мелодическими, всякими, как бы, так сказать, фокусами, так сказать, чтобы, так сказать, зритель просто слушал музыку, наслаждался или какими-то там вокальными какими-то данными, а суть песни, самой песни он, как бы, так сказать, и не улавливал. Вот. А этот альбом как раз он упрощенный немножко по ритмической основе, так сказать, давал возможность слушателю услышать то, что я хотел бы непосредственно сказать в своих песнях. Я так понял, что зритель, слушатель, зритель, он услышал, и, в общем-то, мне это было приятно. А почему я так решил? Это по реакции зрителей, по аплодисментам, по восклицаниям там браво, допустим, даже на те песни, которые я и не ожидал. Ну, я так понял, что все прошло достаточно удачно. Ты же ведь помнишь этот зал, да? Я ведь не зря пригласил тебя для съемок в 2007 году именно сюда. В этом зале ты когда-то выиграл музыкальный ринг. Это было в мае 1999 года. Было 8 лет назад. Помнишь ли ту программу? Кстати, она была только один раз в эфире и распространяется по сей день на кассетах. Мы это никогда не издавали. Надеюсь, что переиздадим это все как-нибудь в современном качестве DVD. Вот какие-то ощущения восьмилетней давности сейчас, в 2007 году, вспоминаются при работе в этом концертном зале? Тогда я страшно волновался. Ну, во-первых, у меня вот этот приз, этот хрустальный ключ, он у меня сломался. Я, тем не менее, его берегу как две половинки одного целого. Тем не менее, я к ним так же трепетно отношусь. Ну, в общем, конечно, это для меня было тогда очень серьезное испытание. И это было вообще-то проводилось впервые. И в прямом эфире. И в прямом эфире, в общем-то. Когда, естественно, так сказать, спина у меня была достаточно мокрая, так сказать, и нерв был заведен до самого предела. Но, тем не менее, я, конечно, это зрителю не показал. Ну, я считаю, так сказать, это уже профессиональные какие-то вещи, что там у тебя внутри творится. Это уже никого не волнует, кроме тебя. А пришлось и удалось выступить, как будто бы я, в общем-то, так сказать, совершенно был спокойный. Ничто меня не волновало. И думал только о том, как бы красивее исполнить те или иные произведения. Но оно так и получилось. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В альбомном блоке сегодня я показываю самые свежие записи замечательной питерской певицы и автора, кстати, Инны Бедных. Долгие годы дружбы связывают нашу студию с Инной. Если вы внимательно посмотрите на нашем канале, на YouTube программы «Формула шансона», то встретите Инну в этой программе в 1999 году, то есть 15 лет назад. Также Инна Бедных принимала участие в большом концерте, который был организован нашей студией в Санкт-Петербурге, в хорошем зале «Октябрьский». Происходило это в 2005 году. Именно тогда студии «Ночной такси» исполнялось ровно 20 лет. И Инна была моей соведущей в этом концерте. Я думаю, тоже об этом интересно, наверное, знать тем, кто следит за тем, что происходит в русской музыке. Вот с тех пор мы дружим, и я был очень-очень рад, когда Инна совсем недавно, в 2014 году, сказала о том, что у нее появляется альбом новых песен, появляется большой интерес к тому, чтобы эти песни получили видеоверсию, и к тому, конечно, чтобы эти песни были изданы нашей студией в формате компакт-диска. Я с удовольствием взялся за эту работу, и в двух наших фильмах, которые были сняты в этом, в 2014 году, мы записали уже шесть ее абсолютно новых песен. Песен по-настоящему интересных, задорных. Я вообще очень-очень рад, что мы вновь объединились, к тому же объединились именно по созданию хорошего музыкального видео. Поэтому сегодня с огромным удовольствием я предлагаю вам в альбомном блоке «Ночного такси» самую свежую запись Инны Бедных. Говорят, что злодейка беда Никогда не приходит одна. Поскорей отворяй ворота И спей свою чашу до дна. Не хочу ничего творять, Свою голову низко склонять. Я не буду в беде патакать, Я смогу за себя постоять. Я да, беда, беда бедовая, Я да, я девочка спортовая. Всегда тогда с тобой готова я Туда, где светит звезда. Когда с тобою рядом снова я, Тогда поется песня новая. Тогда судьбой у словов слова я, Тогда ты да, не да. Завещали лихие умы, Зарекаться нельзя от тюрьмы, От сумы, от коварства и тьмы, Мол, совсем беззащитные мы. Только я и не спорю с судьбой, У меня есть бедовый настрой. Я да, беда, беда бедовая, Я да, я девочка спортовая. Всегда тогда с тобой готова я Туда, где светит звезда. Когда с тобою рядом снова я, Тогда поется песня новая. Когда с судьбой у словов слова я, Тогда ты да, не да. Я да, беда, беда бедовая, Я да, я девочка спортовая. Всегда тогда с тобой готова я Туда, где светит звезда. Когда с тобою рядом снова я, Тогда поется песня новая. Когда с судьбой у словов слова я, Тогда ты да, не да. Я да, беда, бедовая, Я да, я девочка спортовая. Всегда тогда с тобой готова я Туда, где светит звезда. Всегда тогда с тобой рядом снова я, Тогда поется песня новая. Всегда тогда с судьбой у словов слова я, Тогда ты да, не беда. Тогда беда, не беда, Тогда беда, не беда. Тогда беда, не беда. Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья. Это была программа «Ночнет такси» в эфире на YouTube. Я, Александр Фрумин, как и всегда, рассказывал о музыке шансона по-русски, о той музыке, которой посвящен наш телевизионный канал, который, кстати, к дню записи этой программы посмотрели уже более 12,5 миллионов уникальных зрителей. Я, поверьте, дорогие друзья, благодарен каждому из вас. Четвертый год мы на YouTube, и я вижу абсолютно стабильный ваш интерес к той музыке, которую мы представляем. Для нас это очень важно, не только для меня, а для всей нашей большой команды, потому что на нашем канале нет чужих записей. Наш канал практически полностью составлен из того видео, которое мы производим для вас. И, конечно, нам очень важно, что вы смотрите это, вам это интересно. И для нас это очень и очень, поверьте, важный факт. Я сообщаю также, что «Ночнет такси» можно и слушать тоже. И уже второй месяц есть и веб-камерная версия «Ночного такси». Веб-камера установлена в нашей радиостудии, ведь «Ночнет такси» выходит еще и в качестве радиопрограммы тоже. Поэтому напомню, что каждую неделю, и именно это вы можете видеть в нашем канале в записи, естественно, если не смотрите в онлайне, мы по четвергам собираемся и делаем для вас «Ночное такси» на радио. Программа выходит с 22 до 24 часов по московскому времени, записывается и транслируется дважды в Германии. Радиостанция «Русский Берлин» на 97,2 МГц FM. Это происходит через неделю после оригинального эфира в России. Напомню, что российский эфир транслируется в нашем портале shanson24.net. В Германии он транслируется на радио «Русский Берлин» на 97,2 МГц FM. Подчеркиваю, первый эфир в четверг только с 21 до 23 по центральноевропейскому времени. Затем программа повторяется еще раз уже в понедельник, в следующей неделе, но с 22 до 24 часов по среднеевропейскому времени. Поэтому, дорогие друзья, вы смело можете не только смотреть ту версию «Ночного такси», которую я предлагаю вам в качестве телевизионной программы, но можете даже и онлайн принимать участие в радиоверсии программы «Ночное такси» и также принимать участие, естественно, и в ее видеоверсии тоже. Но это та видеоверсия, которая, подчеркиваю, в онлайн идет на YouTube сюда же. Поэтому, дорогие друзья, я не только призываю вас смотреть программу «Ночное такси», но и слушать ее тоже. Я, Александр Фрумин, искренне благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующей недели.